Добрый вечер, дорогие друзья! Ждем, пока загрузится наш эфир. Рада вас приветствовать на нашем очередном прямом эфире, который мы проводим с вами каждый день в 9 вечера в поддержку Международного фестиваля мудрости Монуам, который пройдет 21 ноября. В онлайн-пространстве, как вы уже слышали. И более 100 человек каждый день приходят на эти эфиры для того, чтобы разделить какую-то тему, поразмышлять о чем-то, прикоснуться к чему-то важному. И я хочу сегодня начать этот эфир с благодарностью за то, что вы приходите, за то, что вы делитесь этими эфирами, за ваши комментарии. Я их читаю. Это очень душевно и как-то очень по-настоящему. Поэтому спасибо вам огромное. Это очень впечатляет, вдохновляет, наполняет. И я надеюсь, что у вас хорошее настроение. И я надеюсь, что вы приходите на эти наши вечерние беседы, которые продлятся всего лишь 21 день, как словно, когда дети ждут сказку, когда кто-то из родителей заходит и читает перед сном, чтобы потом продлить эту сказку за пределы этого сознания, и чтобы это все отразилось внутри нас. И сегодня тема нашего эфира — это смелость проявляться и смелость быть собой, смелость вообще каким бы то ни было образом отражаться в том, что мы делаем. Эфир называется «Сила побеждать». Мы с вами поговорим о том, что означает побеждать, кого мы, собственно говоря, должны побеждать, и что нам нужно сделать для того, чтобы мы стали вообще тем, кто сможет победить. И очевидно, что в нашем мире доминирует положение о том, что победителей не судят, да и многие люди стремятся быть первыми в семейных отношениях, в карьере, в бизнесе, в внешних каких-то своих проявлениях. И мы забываем с вами, что в первенстве, вот в этом как бы опыте лидерства есть одна большая проблема, и она заключается в том, что тот, кто идет первым, ему не на кого равняться. То есть, если вы человек, вы идете первым среди людей, и у вас нет ориентира какого-то, какой-то этики, нравственности, морали, то получается, что вы ни за кем не идете. И лидер, который ни за кем не идет, он никого никуда не приведет. Именно поэтому мы говорим, что если у вас есть большая цель, если у вас есть какое-то, ну, такое дерзкое намерение, то будет даже очень хорошо и прекрасно, если, держа за руку там своих детей, да, вы тоже кого-то найдете для себя, кого вы будете держать за руку. Это будет то, что мы называем силу Вселенной, Бог, Будда. Очень важно понимать, что Будда — это не Бог. Будда в прямом переводе обозначает тот, кто вышел за пределы своего сознания. И именно об этом фестиваль мудрости, о том, как выйти за рамки, как перестать думать, что ты фотографией, ты постоянно и все время должен соответствовать чьим-то ожиданиям, ожиданиям своих родителей, ожиданиям своих партнеров, ожиданиям о себе, которые были 10 лет назад. И взросление человека, и желание побеждать, вот этот дух победителя, он просыпается в тот момент, когда мы перестаем вообще на кого бы то ни было смотреть, и мы начинаем Олимпийские игры сами собой. Мы сами себе тренеры, мы сами себе это все готовим, мы сами себе организуем тренировки, мы сами себе создаем пространство, мы начинаем соревноваться внутри бесконечного потока своих собственных результатов и своих собственных достижений. И это очень важно, потому что только тогда, когда мы с вами вдруг осознаем, что мы лучший тренер, мы лучший противник, внутри нас вдруг раскрывается вот эта великая истина, что все диалоги о своих победах и поражениях мы ведем внутри себя. И сегодня я бы хотела поделиться с вами мыслями относительно смелости побеждать в вопросах отношений. Ставьте в чат три плюса, для кого отношения в жизни важны, для кого отношения входят в тройку самых важных жизненных ценностей. Есть у нас такие, в группе для меня, например, это входят они, да. Я хочу с вами поделиться идеями, и они меня очень наполнили, когда я с ним познакомилась, и я подумала, что классно будет, если мы с вами их сегодня обсудим. Есть очень много способов избегать близких отношений. Например, можно выбирать партнера тех людей, которые уже состоят в отношениях. Толк говорится в треугольниках, ждать, надеяться, верить, и это все. Я слышала мнение о том, что отношения с любовниками гораздо ближе, чем с кем-либо другим. Но я в это не верю, потому что близость — это про правду и про открытость. Можно сойтись с человеком, делать вид, но, знаете, выдавать себя за кого-то другого, соглашаться на то, чего вам не хочется, с улыбкой делать то, что вы ненавидите делать. Не оставить партнеру ни малейшего шанса узнать именно вас, настоящих, что вам нравится, что не нравится, что приемлемо для вас, что нет. Это все не про победу, это все тотальное поражение. Можно выбирать тех, кто, в общем-то, и не особо хочет что-то там строить и создавать, и бегать годами за недоступными, доказывая им, что им с вами будет хорошо, мотивируя, соблазняя, или, скажем, выбрать максимально холодного и безразличного человека, придумать, что на самом деле он теплый и нежный, просто очень травмированный, ага, и начать его терапевтировать, растапливать, подлечивать, трихтовать. Может быть, что-то и получится, кто знает. И многие люди проваливаются в эти игры, их засасывает болото. Еще можно идеализировать или обесценивать своих партнеров. Это вообще безотказно работает, если вдруг надо избежать близких отношений. Просто убираем из своей головы реального человека со всеми его характерами и на его место ставим либо идеального великолепного бога, либо отвратительное жалкое ничтожество. И ведем отношения с этим образом внутри себя. Пофиг на человека в общем. Да, он может быть разным. Его еще надо увидеть, разглядеть. Гораздо проще одеть на кого-то маску и сказать, ты такой. Просто восхищаться божественным идеалом или презирать жалкое ничтожество. И в том и в другом случае люди разочаровываются. Сказать правду себе обозначает посмотреть на своего партнера целиком, со всеми его плюсами и минусами, понимая, что он и есть. Моя вторая половина. Хороший способ избегать близости в условиях современного мира это не иметь времени, на человека. Знаете, есть работа, дела, быт, покупки, дети в конце концов. И я хочу пожить для себя. В общем, можно номинально иметь отношения, но ставить их в конец ежедневного списка. Мол, есть важные дела, а есть ты. Встретимся через три недели. Я занята. Есть еще много возможностей не построить достаточно хорошие близкие доверительные отношения. Но если вы собираетесь спросить у вселенной мироздания астролога, психолога, коуча, почему у меня не складываются отношения, я все стараюсь делать правильно, почему у меня не получается, ответ может быть таким. Потому что вы не хотите близких отношений, даже если вам кажется, что все совсем наоборот. Почему так? Откуда столько боли? Может быть потому, что сближаться очень страшно. Подойти близко, искренним открыться, без доспехов. Ваш партнер здесь не для того, чтобы причинить вам боль намеренно. Это также означает, что ваш партнер также открыт и уязвим. Вы в его власти, а он в вашей власти. В общем, иногда сильно проще построить все так, чтобы никогда или по крайней мере максимально долго сближение не произошло. Потому что если вдруг окажется, что дело не в партнерах, звездах, карме и судьбе, а в том, что вы не особо умеете быть в близости, что близость пугает, страшит, что она вынуждает показать свои шрамы, то с этим придется что-то делать. автор текста Елена Боровик. И я не знаю, есть ли в вашей жизни отношения, о которых здесь шла речь, но в сегодняшнем эфире о силе побеждать, я бы хотела пригласить вас поразмышлять о том, есть ли конкуренция между вами, вашими партнерами, или есть доверие и поддержка. И что вообще для вас значит доверять? Доверяли ли друг другу ваши родители? Было ли вообще в нашем детстве у нас, был ли у нас пример, парадигма, образ доверительных, теплых, трогательных отношений? Так, чтобы не из кино или из какого-то романа, а чтобы по-настоящему из жизни. И если вы росли в пространстве, где таких отношений не было, то это лишь означает, что, возможно, в вашей семье, в вашем роде большом, вы должны стать первым человеком, который это сделает. Фестиваль Мон Лам это фестиваль восхождения на Иверет в собственной реализации. Там вы вдруг осознаете, что у вас есть право быть, воплощаться, проживать этот опыт и не позволять сансаре этому крутящемуся колесу, бесконечно затягивающему на нас куда-то, морочить нам голову. Фестиваль Мон Лам это про фокус, о главном, это о главной встрече в жизни. Тричь с самим собой. И резюмируя сегодняшний эфир, хочу сказать, что близость с собой это прежде всего наша способность до самого конца быть готовым открыться великому, большому, богу-учителю. И наши партнеры приходят, чтобы начать нас готовить к полному открытию. это раскрытие происход в эмоциональной близости, физической близости, в духовной близости. И мы как бы все время обтачиваемся острой гранью, чтобы когда мы приблизимся к абсолютному свету, у нас не осталось ни одного острого угла, и мы не могли пораниться об этот свет. и все люди проводят с нами такую себе огранку, ничего приятного в этом нет. Но, пройдя большой сложный путь, результат будет прекрасен. Я вас приглашаю присоединиться к пространству фестиваля Монлам, участия в фестивале The Donation, так как это благотворительный проект. Все средства пойдут на поддержку чудесных проектов наших учителей. Вы можете отправить любую сумму 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100 долларов. И таким образом целый день провести в пространстве мудрости. Красная линия фестиваля. Я знаю, что есть возможность управлять своей жизнью. Я не бесчувственное бревно, которое просто течет в потоке. У меня есть план. И этому плану буду следовать. Основная идея фестиваля. На фестивале буквально будут раздаваться ключи и инструменты, которые сокрыты в древних книгах, которые нам с вами без современных переводчиков понять практически невозможно. Мы можем прочитать текст, но чтобы понять его, нужны комментаторы, нужны современные учителя. Я благодарю вас за то, что вы приходите на эти эфиры. Завтра в 9 снова продолжаем говорить на интересные темы. Теплого всем доброго вечера в кругу семьи. Обнимаю вас сердечно. С вами была Елена Тарарина. И ссылка на регистрацию на название этого видео на фестиваль. Спасибо, что делитесь этим эфиром. Сегодня какое-то невероятное количество репостов. Спасибо огромное всем, кто приложил к этому руку и сердце. И благодарю команде, конечно, которая бдит чистоту этих эфиров и приходит на встречи. Всем спасибо, друзья. Увидимся завтра. Прекрасного вам вечера. Прекрасного вам вечера.